Это сирена. Громкий ЧП за неделю, страшная правда и жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Не разминулись на перекрестке у рынка на Красноармейской, столкнулись с «Шкодой» и «Тойотой». А кто виноват? Сгорел дотла в Бобруйском районе, пожар уничтожил дом. В чем причина ЧП? Запрещенный урожай милиции сотрудники департамента охраны задержали мужчину, который выращивал в квартире коноплю. Что грозит злоумышленнику? И роковая прогулка. В Берлине автомобиль въехал в толпу. Сколько пострадавших? Авария в час пик. Накануне вечером на перекрестке у рынка на Красноармейской не разминулись две иномарки. Дорогу не поделили «Шкода» и «Тойота». Из-за ДТП движение на Минской замедлилось. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ. Водители и пассажиры, как сообщается, не пострадали. Не уступил дорогу. У дискаунтера на Бахарова столкнулись легковушки. Водитель Наке выезжал с парковки и, судя по всему, не заметил проезжающий мимо авто. Иномарки столкнулись. Владельцы машин обозначили место происшествия конусами. Сгорел дотла в садовом товариществе «Колосок» Вишневского сельсовета. Пожар уничтожил дом. Очевидцем происшествия стал местный житель. Утром мужчина вышел на улицу и заметил, что горит соседская дача. Хозяев дома не оказалось. Накануне вечером уехали в город. Свидетель инцидента вызвал спасателей. Когда сотрудники МЧС приехали, постройка полыхала, как спичка. Пожарные прибили пламя водой. Деревянный дом с мансардой превратился в угли. Не осталось живого места. Позже выяснилось, перед отъездом владельцы недвижимости не выключили холодильник. Бытовому прибору было более 10 лет. Вероятно, закоротила розетка, произошло возгорание. Точную причину ЧП устанавливают. Пострадавших нет. ЧП на Советской 135. Пятничный вечер для хозяев квартиры в центре города выдался поистине жарким. Выбитые окна, двери, сожженные дотла кухня. Огонь не пощадил ничего. Максим Кембель выяснял причину пожара. Толпа людей рев сирен. Пятница, 17.37. В Бобруське на Советской 135 горела квартира. Сигнал СОС подала соседка. Ничего не подозревая, она прогуливалась с собакой. Вдруг столб дыма из окна на четвертом этаже. Звонок в 112. Мигом прилетели. И с той стороны пожарная. И с этой. Молодцы. В квартире никого нет, кричали из толпы. Спасатели приняли решение. Идти на пролом. Первая группа отправилась на четвертый этаж по лестнице. Один из расчетов заехал с цельной стороны дома. По пожарной лестнице спасатели подобрались к окну. И специнструментом выбили стекло горящей квартиры. В результате пожара частично повреждено, частично уничтожено имущество в кухне. Закопченный потолок и стены в квартире. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Бобрусьском районе выходные тоже выдались жаркими. В деревне Турковская Слобода горела баня. К моменту приезда спасателей постройка полыхала изнутри. Горела кровля. Образовалось плотное задымление. Человеческих жертв, к счастью, удалось избежать. А вот само деревянное строение полностью обгорело. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Выращивал в квартире коноплю. Милиции и сотрудники департамента охраны задержали бобруйчанина. Мужчина отвел для запрещенных растений отдельную комнату. Оперативники обнаружили в ней сразу два горшка с дурман травой. Рядом лежали мешки с грунтом и удобрения. Семена были завернуты в бумагу. В помещении также хранились приборы для освещения вентиляции, весы. Внимание правоохранителей привлекла трубка для курения марихуаны и горстка самого наркотического средства. В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение противоправной деятельности бобруйчанина, а также установление иных лиц, возможно, причастных к незаконному обороту наркотических средств. На 39-летнего мужчину возбудили уголовное дело. С начала года сотрудники областного УВД обнаружили 4 помещения, в которых выращивали наркосодержащие растения. Ушли за ягодами и не вернулись. В оперативно-дежурную службу Бобруйского РУВД на минувшей неделе за день поступило сразу два сообщения о пропаже людей в лесу. Сперва в милицию позвонила бобруйчанка. Ее знакомый потерялся у деревни Орсичи. Оперативники приступили к поискам. Через 4 часа вышли на след мужчины. Позже к правоохранителям обратился житель деревни Петровичи. Его знакомый пошел на тихую охоту и заблудился. Благодаря мобильному телефону пенсионера нашли. За полмесяца в зеленых зонах области заплутали 6 человек. Игра в догонялки. В Бобруйске случилось ДТП с участием мопеда и легковушки. Инцидент произошел на пересечении Карла Маркса и Пушкина у автомобильной заправки. На кадрах, которые попали в объективы камеры видеонаблюдений, видно, что оба транспортных средства двигались в одном направлении. Внезапно иномарка нагнала мопед и сбила его. От удара водителей пассажира отбросила. В результате ДТП пассажиру и водителю мотоцикла были причинены телесные повреждения. В эксплуатации не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники транспортной инспекции и следственного комитета выяснили вероятную причину смертельного ДТП на выезде из города. Напомним, автобус и мотоцикл столкнулись в мае. 70-й ехал по Минскому шоссе, повернул влево на дорогу к Шиннику. Байкер летел в сторону города и не успел сбросить скорость. Тормозной путь растянулся на несколько метров. Двухколесник врезался прямо в дверь общественного транспорта. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего, но откачать парня не удалось. Справоохранители разобрались в деталях аварии. Выяснилось, что водитель автобуса не соблюдал режим труда и отдыха. Это могло негативно отразиться на концентрации внимания. В Берлине автомобиль врезался в толпу. Сообщается, что в районе Шарлатенбург машина съехала с дороги и выехала на тротуар. Пострадали семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли 60 сотрудников пожарной службы и спасательные вертолеты. Полиция устанавливает обстоятельства ЧП. Водителя автомобиля задержали. Группа уголовной полиции занялась расследованием. Указаний на политический или религиозный мотив происшествий нет. Это была «Сирена». Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и соцсетях. Я Владислав Боев. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!